Обзоры книг, рецензии, обсуждение творчества современных писателей и рекомендации для читателей – то, чем занимается северянка Дина Озерова. Вот уже пять лет девушка ведет собственный телеграм-блог «Книжный странник». И совсем недавно ее труды отметили в столице на Национальной литературной премии «Большая книга» наградой «Лучший книжный блог». Особенно люблю, наверное, прозу молодых авторов, таких же, как я, то есть авторов одного поколения со мной, с которыми я существую в одном культурном контексте. Мне кажется, что сейчас чтение стало снова модным. У нас появляется очень много новых молодежных издательств или каких-то молодежных проектов. На околокультурные темы Дина рассуждает и во втором своем проекте. Вместе с соведущей Дарьей Чаплыгиной они записывают самый северный книжный подкаст. Особенность нашего подкаста в том, что у нас нет какого-то четкого формата. Мы действительно просто любим трепаться о книжках и решили, что пора бы из этих разговоров извлекать какую-то пользу и решили хотя бы их записывать. С помощью интересного языка можно прививать и любовь к родному краю. Дина ведет страницы самого молодого музея в Мурманской области – Музея истории Колы в социальных сетях. Оформляет экспозиции, проводит экскурсии и с удовольствием знакомит посетителей с городом. К нам приезжают из самых разных мест, из самых разных городов. Так что, в общем-то, я думаю, что музей пользуется спросом. Мне очень нравится совмещать эти две сферы. Я думаю, что блог только помогает на самом деле. Знакомлюсь с новыми людьми, читаю, может быть, какие-то книги, которые мне помогают в работе. Так что все, я думаю, очень гармонично сочетается. На этом Дина и не думает останавливаться. После премии она начала публиковать свои рецензии в литературном журнале про чтение и стала членом жюри конкурса для начинающих авторов. Быть может, когда-нибудь мы услышим ее имя в списке номинантов на высшую награду для публицистов – Пулитсеровскую премию.